добрый вечер рада приветствовать вас fashion factory school на вебинаре профессия бренд менеджер как создавать сильные бренды меня зовут ольга мигачева я бизнес-тренер fashion factory вебинар для вас сегодня проведет александра ларина экспренд менеджер левайс и на вебинаре поговорим о том за что отвечает бренд менеджер вообще как устроена эта профессия какие мероприятия проводит бренд менеджер для продвижения бренда и собственно как сделать первые шаги в профессию пока все собираются расскажу немного про школу fashion factory потому что традиционно к нам на вебинары приходят как те кто уже знаком с нашей школы либо по вебинарам на ютюбе либо по нашему инстаграму но также приходят и те кто первый раз посещает мероприятие школы и так школа существует уже с 2013 года и все эти восемь лет мы занимаемся созданием образовательных программ для предпринимателей в сфере моды также обучаем fashion профессиям в арсенале школы уже более 20 курсов это программа образовательные по четырем направлениям за эти годы у нас уже более четырех тысяч выпускников и в школе преподают более 250 лекторов а лектора это практики это действующие предприниматели и владельцы марок и пожалуй самая большая ценность знаний которые вы получаете обучаясь в нашей школе это то что вся информация актуальная люди которые делятся с вами щедро своим опытом и знаниями они каждый день работают в индустрии и делится только актуальной информации и второе то что мы учим для бизнеса не для теории то есть все что вы все знания которые вы получаете вы можете сразу же применять на практике в своей профессии или в бренде или в компании на которую вы работаете и так преподают топовые эксперты индустрии это директора по маркетингу бренд менеджеры продюсеры различных брендов крупных брендов в том числе таких как коника ламода 12 stories и многих не крупных марок но хорошо известных вам по своему имиджу в индустрии и конечно же это предприниматели основатели молодых бар марок за многими из которых я уверена вы следите или любите их носить эти предприниматели делятся своим опытом те кто прошел свой путь с нуля в индустрии помогают вам реализоваться тоже в индустрии моды и так в зависимости от того какие у вас цели вот сегодня у нас вебинар по профессиям и одно из направлений это как раз профессии в сфере моды если вы для себя присматриваетесь какой-либо новой профессии ли хотите повысить квалификацию то можете выбрать вкус по вашему вкусу образовательный курс в этом направлении если же вы еще пока сомневаетесь между профессией собственным брендом например раздумываете то в арсенале школы есть образовательные курсы именно по созданию бренда с нуля можете присмотреться к этим программам и в дальнейшем можно повысить например свою квалификацию в направлении разработки коллекции производства или усилить свои компетенции там курсом про продажи и продвижения как я уже говорила более четырех тысяч студентов выпускников и у нас учились как основатели так и сотрудники самых известных молодых марок присоединяйтесь и вы становитесь частью нашего fashion сообщества для того чтобы реализоваться в индустрии моды я сейчас передаю слово александре и наш вебинар будет построен таким образом основная его часть будет посвящена вот и теме которая освещает александра и в завершении у нас будет блок 10-15 минут в котором александр подробно ответит на все ваши вопросы поэтому пишите в процессе в чате передаю слово александре и еще раз привет спасибо что этим мартовским морозным вечером вы выбрали наш уютный ламповый youtube вебинар они присоединились к обсуждению меган марка в клабхаусе мы сегодня с вами будем говорить о профессии бренд-менеджер наш с вами разговор будет построен следующим образом я расскажу кое-что о теории поделюсь с вами одним кейсом и мы постараемся ответить на ваши вопросы так что не стесняйтесь пишите их но единственное что отвечу я на них на всех уже конце тем не менее я вам вопросы буду задавать также и первым моим вопросом на самом деле будет кто такой и зачем нужен бренд-менеджер я хочу чтобы вы постарались написать буквально в двух словах как вы видите для себя эту профессию и дальше мы с вами попробуем соединить то что рассказала я это о чем думали вы почему я прошу вас это сделать буквально когда я готовилась к этому вебинару оказалось что для некоторых бренд-менеджер это человек который занимается дизайном логотипов для брендов такой вариант тоже существует то есть это буквально разработчик бренд бренд идентики и он они тоже иногда называются бренд-менеджеры сегодня спойлер мы будем говорить не об этом мы будем с вами разговаривать о некоторых аспектах работы бренд-менеджера мы постараемся с вами определиться с вектором развития в сфере маркетинга для тех кто только начинает свою свой путь в этой профессии для тех кто хочет определиться или может быть сменить вектор своего профессионального развития меня зовут александра ларина я работала с брендом левайс с 2014 года с 2017 по 20 я занимала должность бренд-маркетинг-менеджера также с 19 по 20 год я курировала маркетинг-стратегию бренда в украине не только россии в целом я отвечала за коммуникации бренда от национальных медийных рекламных компаний до спецпроектов занималась соцсетями развитием соцсетей в том числе занималась спонсорскими интеграциями работой с лидерами мнений блогерами и иван ивент-маркетингом из наиболее заметных проектов последнего времени наверное я бы хотела назвать нашей компании социальную компанию ай шейк мау волк который мы организовывали совместно с фондом на сирию нет и его главой анной ривиной мы делали запуск музыкальной образовательной платформы левая с мюзик проджект мы делали экопроект его из ресайкл бокс из и ряд других активаций в том числе в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года за эти годы мы с командами успели построить систему работы бренда с инфлюенсорами осуществили десятки спонсорских интеграций фестивалей такие как фэйсис и лейсис по парк лайф пикник афиши боль и битфилм ну наверное давайте начнем с классического стандартного определения бренд-менеджера кто же это такой это специалист который отвечает за продвижение торговой марки что мы здесь подразумеваем и что мы имеем в виду какие задачи ставит представить ставится перед бренд-менеджером во первых это укрепление позиции бренда на рынке это популяризация продукции бренда это анализ спроса и предложения конкурентов которые вы используете внутри компании для построения стратегии и одной из основных задач конечно же является реализация стратегии продвижения бренда почему это важно потому что для бренд-менеджера характерны как стратегические функции так и организационно прикладные помимо этого мы говорим о синхронизации работы разных подразделений компании для успешной реализации бренд-стратегии правильно выстроив задачи можно говорить и о тех результатах которые вы должны для бренда для компании показать принести в результате своей деятельности мы говорим о kpi соответственно это может быть выполнение бюджета это может быть непосредственная прибыль бренда и рой это может быть в том числе и количество упоминаний бренда в за определенный период это может быть количество проведенных мероприятий почему я говорю или 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 потому что не существует стандартной должностной инструкции бренд-менеджера это в основном новая молодая в общем то должности профессия если хотите которая заключает в себе очень очень много аспектов прежде всего но стоит отметить что не существует должностной инструкции именно потому что каждый бренд уникален для каждого из них существует свой функционал свои кипя и свои задачи своя философия до отталкиваясь от который изучая которую вы выстраиваете вместе с руководством компании то к чему хотите бренд привести и почему я говорю что вы работаете не одни а делаете это совместно совместно с несколькими подразделениями компаниями а зачастую непосредственно с генеральным директором потому что в больших компаниях должность бренд-менеджера это практически вторая после генерального директора позиция которая помогает развивать бренд и приносить количественные результаты мы должны с вами разбираться в продукте на уровне производителя что это значит это значит что вы должны знать бренд досконально от момента производства запуска вы должны понимать кто где когда из чего производит ваш товар и до финальной точки до точки продаж соответственно где продается и кем продается ваш бренд вы должны все знать все у т.п. и слабые стороны а также преимущества и недостатки вашего товара сейчас если вы заходите на headhunter например вы видите огромный спрос на бренд-менеджеров тем не менее мы с вами должны понимать что бренд-менеджер нужен не каждому бизнесу тем более он не нужен малому бизнесу просто потому что для малого малый бизнес не может себе позволить специалисты такого уровня вы знаете скорее всего стоимость такого специалиста обычно она варьируется от 100 иногда до 500 тысяч рублей в месяц получают бренд-менеджеры высокой квалификации с большим опытом в fmcg например категориях это эти специалисты востребованы у компаний производителей средних и крупных масштабов и давайте еще раз поясню что когда мы говорим о малом бизнесе в россии мы с вами говорим о компаниях оборот которых достигает до 800 миллионов рублей в год средним компаниям же обычно относят компании с оборотом до двух миллиардов в год то есть решайте вам чаще всего и по моему опыту подменяют понятия до недавно я была на интервью и мы разговаривали с владельцем небольшой сети спортивных студий и она задавала мне ряд вопросов по развитию бренда каким я вижу его будущее и в итоге она спросила умею ли я настраивать таргетированную рекламу я умею но вопрос соответственно нужен ли ей бренд-менеджер или не нужен просто квалифицированный таргетолог да поэтому всегда 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 нужно в общем то задавать много вопросов вашему работодателю для того чтобы все-таки сформулировать подходите ли вы ему подходите подходят ли ваши компетенции конкретному бренду или компании и сможете ли вы вместе прожить на самом деле очень и пройти очень долгий и извилистый путь будь то fashion или любое другое направление когда мы с вами говорим о том кто такой бренд-менеджер я бы сказала что это мульти инструменталист что я под этом под этим подразумеваю я считаю что бренд-менеджер это тот человек который должен понимать как работает структура компании я состоящая из набора разнообразных составляющих и в идеале разбираться в каждой из них соответственно вам должны быть присущи определенные навыки и знания вы должны уметь работать с большими объем объемами информации вы должны буквально быть гуру excel и королевами табличек вы должны правильно понимать структуру менеджмента вас должно быть огромный огромные способности и навыки к управлению большими проектами и разно разнообразными командами вы должны уметь планировать и реализовывать маркетинговые компании и говоря уже о медиапланирование которое является для больших брендов зачастую основным заданием для бренд-маркетолога или бренд-менеджера мы с вами должны понимать что все медиапланирование все наши с вами стратегии в итоге выливаются в результат и только понимание качественных количественных их комплексных исследований поможет вам правильно трактовать те результаты которых вы достигаете мы с вами уже начали говорить о глубоком понимании инструментов маркетинга и интернет продвижения в моей практике были случаи когда мне это действительно было нужно например когда одно из моих агентств сказала что для того чтобы запустить рекламу на фейсбуке нужно подождать буквально неделю потому что именно столько дней тратится на модерацию если вы понимаете о чем идет речь это большой анекдот потому что обычно фейсбук на это тратит ну от нескольких минут до одного дня значит что-то идет не так и ваша задача уточнить у агентства что непосредственно не так решить этот вопрос для того чтобы не сорвать сроки запуска ваших компаний я всегда говорю что одним из основных навыков это должно быть должно быть знание иностранного языка почему потому что каждый бренд стремится к развитию даже если сегодня вы стартап в ближайшие в ближайшем обозримом будущем вы должны думать стратегически и направлять свой бренд в том направлении когда к вам придут партнеры зарубежные с которым вам нужно будет общаться вам придут клиенты которым нужно будет рассказать о вашем продукте возможно они придут все из за пределов нашей родины соответственно нужно быть готовым это не простые слова это не просто легкое владение разговорным английским помимо этого очень часто я сталкиваюсь тем что нужно проговаривать и знание русского языка почему потому что все что вы пишете все с чем сталкивается непосредственно ваш потенциальный будущий клиент ваш потенциальный покупатель пишите вы одобряете вы как бренд менеджер соответственно тот текст который он увидит на сайте презентации в буклете возможно даже на витринах вашего магазина должен быть создан по правилам русского языка для того чтобы вы не стали посмешищем для того чтобы вы не стали примером для каналов маркетологи и прочих для того чтобы вы своими словами могли корректно попасть в сердечко вашего покупателя мы поговорили о том что бренд менеджер это человек мульти инструменталист но при этом это человек оркестр на самом деле почему потому что это человек музыкант если хотите играющий на нескольких инструментах одновременно он решает несколько задач запускает несколько проектов все это на его плечах и только человек который стрессоустойчив и готов к такой мульти задачности сможет это вынести когда мы говорим о том что у нас с вами много задачность это означает что мы должны работать над взаимодействием взаимодействием как внутри так и за пределами вашей компании соответственно что мы имеем под этим у вас скорее всего существует медийное агентство у вас может быть коммуникативное агентство пиар агентство креативное агентство с smm агентство это все разные люди с разными задачами также многозадачные скорее всего как и вы поскольку ведут не один бренд и их всех нужно объединить для того чтобы реализовать те стратегии которые вы придумываете для того чтобы они понимали кто за что отвечает для того чтобы они могли правильно доносить ваше сообщение по тем каналам которыми управляют помимо этого у нас с вами есть клиенты и партнеры которые занимаются особенно фэшн бизнесе которые занимаются непосредственными продажами и та же самая задача стоит и для них от вас вы должны рассказать им как вы видите свой бренд донести до них вашу идеологию но это все на самом деле зачастую оказывается мелочами если мы с вами предположим что работаем в большом глобальном международном бренде в котором работала например какой-то момент я почему потому что помимо всех ваших агентств основным сложным клиентом которого нужно убедить может стать ваша глобальная бренд-команда которая также может подразделяться на например европейскую американскую азиатскую и для всех для них вы делаете презентацию вы должны их убедить вы должны с ними правильно взаимодействовать дружить объяснять объяснять не только свою идею но и особенности вашего рынка да потому что для многих глобальных брендов есть например одна задача о которой мы поговорим чуть чуть позже но ее имплементация на вашем рынке возможно будет отличаться и вы должны объяснить почему это будет отличаться по каким критериям какими критериями вы пользовались от каких инсайтов вы отталкивались принимая такое решение и адаптируя эту компанию соответственно для своего рынка помимо наших маркетинг коллег есть еще чудесный отдел продаж который всегда может запороть вашу чудесную идею вы помните этот анекдот я не буду его дублировать но напомню просто представьте себе ситуацию когда вы проводите чудесную рекламную кампанию у вас висят висит наружка у вас прекрасная фотосессия для соцсетей у вас восхитительные витрины и выплатка при этом когда ваш клиент приходит в магазин и задает вопрос продавцу тот не находит ответа просто ему нечего сказать или что-то не в попад может прямо прямо мить в общем-то вы теряете всю вашу работу а наша с вами задача как мы помним это теперь это непосредственные продажи поэтому ваши отдел продаж и непосредственно продавцы вашего товара должны быть натренированы вдохновлены они должны работать в общем то с горящими глазами и их горящие глаза зачастую определяются не только финансовой мотивации да и их зарплатой которые они получают но именно тем месседжем именно той идеи который несет за собой бренд именно эти люди зачастую позволяют нам с вами рассказывая истории вовлекая клиентов в этот стори тейлинг который мы с вами разворачиваем вокруг нашего клиента во всех точках соприкосновения с брендом уже непосредственно в продажу заставляют нашего покупателя возвращаться снова и снова рассказывая своим друзьям родственникам и не знаю делясь какими-то ощущениями в соцсетях создавая это сарафанное радио этот ауру нашего бренда и положительную мотивацию уже говорила вам о клиентском маркетинге соответственно наши с вами клиенты и партнеры особенно в фэшн-бизнесе это могут быть дистрибьюторы это могут быть магазины работающие по франшизе любые партнеры которые торгуют вашим товаром должны также прекрасно понимать как развивается бренд куда мы идем что будет через два месяца что было раньше для того чтобы также поддерживать ваши идеи ну представьте каким образом может сочетаться например очень мускулинный магазин для ламборд джеков таких с розовыми платьишками которые вы решили запустить в этом сезоне конечно же нет все это нужно обсуждать согласовывать и двигаться вместе что бренд-менеджер это человек оркестр который оперирует взаимодействием с различными агентствами с клиентами партнерами как за пределами так и внутри организации продолжим и так бренд-менеджер это на самом деле купидон который метит точно в сердечко вашего покупателя это человек который создает узнаваемый образ бренда развивает его и влюбляет в него пользователей благодаря работе бренд-менеджеров компании их продукты занимают место в сознании покупателей для этого существует огромный инструментарий это могут быть логотипы это могут быть характерные для вашего бренда цвета это может быть музыкальное сопровождение слоганы рекламные вывески и так далее и так далее и так далее помимо этого бренд-менеджер это своего рода шерлок холмс если хотите в мире коммуникации рекламы пиара и аналитики почему потому что только тонкий постоянный анализ трендов политической повестки активности и инфлюенсеров позволяет вам оставаться в тренде позволяет делать бренд одновременно и устойчивым и постоянно актуально развивающимся имея ввиду все вышесказанное мы с вами понимаем что бренд-менеджер это хранитель бренда это человек благодаря которому который знает как устроены внутренние процессы внешние коммуникации бренда он владеет всей маркетинговой информации глубоко понимает философию ценности цели которым движется бренд ну и помимо всего прочего конечно же это без бренд-менеджер это безостановочный мыслительный процесс такая такого своего рода вычислительный автомат если хотите потому что все его мысли заняты тем как сделать так чтобы бренд выбрали среди других на рынке чтобы захотели купить вернулись завтра повторной покупкой порекомендовали друзьям знакомым и остались лояльному к вашему бренду что по факту на самом деле зачастую это сводится к огромному количеству презентации и excel табличек прежде чем мы продолжим с вами я бы хотела обратиться к вам попросить ответить на вопрос как вы думаете сможете ли вы угадать бренд по описанию вакансии именно бренд маркетолога бренд-менеджера которого они видят дам вам пару минут на то что вы прочитали можете ответить чуть попозже а мы будем плавно переходить к тому кейсу который я хотела с вами разобрать в общем я жду ваши ответы интересно какое количество из вас пойдет в точку и так давайте просто поговорим о том как действительно строится непосредственная работа бренд-менеджера с какими задачами вы сталкиваетесь сталкивалась я в свое время и я вам решила рассказать на примере нашего проекта семнадцатого года как вообще строится работа чаще всего бюджет распределяется один или два раза в год для больших крупных fashion брендов и бренда в целом скажем так определяется направление стратегическое направление развития этого бренда на текущий год плюс существуют некоторые коррективы которые вносит head office он к вам возвращается с теми коррективами возможно по датам возможно по приоритетам чаще всего которые позволяют вам дальше уже выстраивать непосредственно стратегию развития бренда непосредственно в вашей стране с тем с теми идеями которые вы можете туда привнести что нам было дано мы в начале года семнадцатого понимали что среди крупных гадат с которым столкнется Levi's в течение года будет 50-летие легендарной джинсовой куртки Levi's tracker jacket мы знали что мы каким-то образом будем праздновать это что будут какие-то дополнительные вводные и планировали соответственно свой год таким образом где-то ближе к концу весны посредственно летом мы узнали что нам предстоит по заданию сделать коллаборацию с художником российским художником имя которого нам нужно было предложить и защитить перед своими глобальными коллегами что продажи это этого лимитированного продукта который будет создан по итогам коллаборации должны будут проходить через нашего партнера которого тоже нужно было определить ну и соответственно что это как всегда должно быть связано с ценностями бренда Levi's соответственно это легендарный стиль denim музыка аутентичность молодежный стиль если хотите такими банальными вещами оперировать в общем то чтобы это все-таки отзывалось не 50-летний винтажной историей а непосредственно актуальными тенденциями 17 года для того чтобы показать эту связь времен и того что мы имели для того чтобы построить такого рода активацию для вас нужно составить прежде всего календарь да нужно понять кто будет ваш партнер кто будет художник и после этого начинать действовать соответственно возвращаемся к одному из первых моих слайдов для того чтобы построить календарь вы должны понять как будет построен процесс изготовления этого изделия соответственно да мы знали что мы будем творить с уже готовой джинсовой курткой но тем не менее нанесение принтов на эту куртку занимает определенное время доставка этого товара в пункты продажи нашего партнера занимает некоторое время соответственно вы отталкиваясь от точки запуска у нас это был октябрь семнадцатого года начинаете идти в обратную сторону и получается в итоге после всех подсчетов что на то чтобы сделать презентацию защитить ее перед вашими коллегами найти художника согласовать с ними принт у вас остается практически один месяц работайте с этим как хотите в итоге мы предложили несколько вариантов среди которых был на тот момент еще вы будете смеяться но никому не известный художник каллиграфист покрас лампас за его плечами на тот момент если я не ошибаюсь моменту семнадцатого года была разукрашенная крыша красного октября и больших фэшн коллекциях еще он не был замечен соответственно он был не первым нашим выбором скажу вам честно потому что случается всякое как мы сегодня с вами видели и та художница которую изначально мы предлагали которую смогли согласовать с нашим ход офисом во первых затянула сроки во вторых эскиз который она нам предоставила не устроил абсолютно никого он был удивителен для наших команд мы не ожидали такого низкокачественного результата поэтому в экстренном порядке были вынуждены искать замену благо она у нас было я очень рада что в тот момент случилось именно так что мы поработали именно с покрасом оказалось это лучший выбор который был на момент семнадцатого года и соответственно наша коллаборация удалась по поводу канала продаж основным партнером для нас на тот момент был сайт ламода почему потому что именно они располагали той аудитории которая нас интересовала молодой энергичные которая была заинтересована в новинках которая готова была заказывать вещи онлайн соответственно с достаточно высоким по меркам россии достатком сейчас вы можете видеть что из этого получилось это та съемка которую пока раз специально сделал для нас это то что было реализовано что мы видим с вами когда смотрим на эти картинки с точки зрения бренд маркетолога мы видим что помимо всего прочего помимо не сам самого продукта правильно отображены все основные характеристики которые присущи непосредственно тракеру леваяс а это красный тап на если вы видите кармашек соответственно это кастомизация которой мы говорили на тот момент очень много соответственно аутентичность да это подпись покраса которые вы видите на передней части джунсовки ну и конечно же тот рисунок который нам предложил круг который во всех культурах всегда являлся связал связующей геометрической фигурой между поколениями таким образом он показал преемственность стилей поколений в общем то это то что не стыдно оставить как в качестве наследства своим детям внукам это та куртка деда которую не будет будет не стыдно носить на протяжении еще следующих 50 лет и в общем то опять же возвращаясь к нашим помимо такой красивый пиар истории которая была освещена и подхвачена журналистами с большим воодушевлением в общем то потому что это одна из первых коллабораций такого рода бренда глобального международного ливайс с начинающим на тот момент еще раз на тот момент на момент 17 года российским художником о нас много писали писали о покрасе он много давал своих комментариев относительно того что вдохновляло в процессе работы конечно же я тут должна сказать что для бренд менеджера всегда стоит непростая нелегкая задача когда мы говорим о креативе когда мы говорим о коллаборациях и сотрудничестве с творческими личностями потому что вам нужно аккуратно деликатно совместить то как видит ваш продукт художник опять же с той идеологии которую несет сам бренд с тем посылом который пытаетесь донести до покупателя вы и чтобы эта комбинация непосредственно привела к финальной покупке вылилась в результат и продажи как прибыль вашу вашей компании это то что мы с те имиджи которые мы использовали в качестве пиар истории и вот те имиджи соответственно которые были использования использованы на сайте ламода опять же вы как бренд менеджер должны понимать что вот затем как это будет выглядеть в финале непосредственно на сайте вашего партнера за это отвечаете тоже вы вы должны общаться вы должны донести все детали все моменты которые нужно показать здесь собраны не все фотографии которые были на тот момент на сайте тем не менее да как правильно показать соответственно что это обязательно должен быть тотал лук ливайс это должны быть и джинсы и вверх и для того чтобы и на джинсах и на джинсовки опять же отображались характерны именно вашему бренду логотипы табы цвета строчки пуговицы и так далее и так далее я хотела задать вопрос из того что я рассказывала и это маленькое опять же задание для вас сможете ли вы четко описать ожидания по кипя и по этому проекту если бы вы были генеральным директором ливаясь на тот момент какую бы задачу вы поставили про перед бренд менеджером можете ответить сейчас можете написать нам позже я с удовольствием с вами на эту тему пообщаемся просто потому что это задание позволит вам правильнее понимать почему делаются коллаборации для чего они делаются и каким итогом коллаборация должна стать для бренда ну в общем то с основной частью мы с вами закончили и плавно будем переходить к вопросам пишите их пожалуйста в комментариях и в чате я передаю слово ольги на пару минут она еще раз расскажет вам про курс и я вернусь ух послушала александр и прям захотелось получить новую профессию очень интересно ну что же мы поговорили о том что бренд менеджер такой человек оркестр сердце модного бренда генератор идеи вообще человек который отвечает за стратегию и продвижение бренда за то каким видят бренд покупатели для тех кто заинтересован в получении профессии или же повышение квалификации в рамках действующей вашей текущей профессии мы приглашаем вас на курс бренд менеджер fashion который стартует fashion factory school уже 22 марта и эта возможность за 6 месяцев либо повысить квалификацию либо получить востребованную профессию сфере моды с нуля онлайн-курс позволит вам научиться управлять модным брендом на 360 градусов то есть вы разберетесь в том как создавать бренд концепцию выстраивать позиционирование бренда то о чем разгар рассказывала сегодня александра как управлять маркетинговой стратегией как работать с с айдентикой с фирменным стилем с smm пиар и вообще всей концепции продвижения 6 месяцев обучения подразумевают как получение знаний непосредственно такое обучение да так и практическую работу то есть процессе курса вы будете работать над бренд стратегий это может быть либо бренд внутри которого вы уже работаете если вы занимаете уже какую-то позицию в компании или в бренде или же это может быть кейс который предоставит вам школа молодая марка который заинтересован в комплексной стратегии продвижения и в взаимодействии с бренд менеджером то есть это одновременно и возможность поработать над своим практическим кейсом в рамках обучения и получить возможность стажировки в живом реальном бренде курс ведут 9 экспертов практиков и он будет полезен как я уже сказала и тем кто хочет начать получать профессию вот с нуля прям новичок совсем в этой области и также для фэшн маркетологов для менеджеров по рекламе в фэшн брендах кто уже работает и хочет повысить свою квалификацию курс состоит из трех тематических блоков и по итогу курса вы будете уметь создавать концепцию фэшн бренда разрабатывать коммуникационную стратегию стратегию продвижения бренда работать с медиапланом бренда понимать как строятся портреты потребителя и вашей вашей целевой аудитории вот как раз работать с айдентикой с фирменным стилем и управлять конечно же всеми маркетинговыми активностями бренда как раз быть тем самым человеком оркестром про которого рассказывала александра как строится программа она состоит из трех тематических блоков первый блок это введение в профессию то как выглядит индустрия моды как устроена структура рынка и про как раз разработку идеи позиционирования концепции бренда второй большой блок это про концепцию бренда и бренд стратегию и третий блок про как раз маркетинговой коммуникации pr и smm и другие инструменты продвижения бренда на курсе преподают 9 преподавателей практиков с опытом работы в компаниях иконика аливайс и каадидаст велсторис ламода и стла удар кашемир шелк это директора по маркетингу бренд стратегии специалисты по диджитал коммуникациям вот с одним из лекторов уже сегодня познакомились как раз александр ларина ведет один из блоков курса также преподают директор по маркетингу иконики ирина зуева бренд стратег крупнейшего рекламного агентства бибидео клади ильина юлия кудрявцева это в целом ведущий лектор в школы fashion factory маркетолог и консультант по бизнес процессам управляющая департаментом женской одежды и ламода ирина максимова и два очень крутых специалистов как раз по и самому продвижению по диджитал маркетингу дарья липина x smm специалист маркет вилл stories и ева иванова на заведовала smm в ламоде и adidas более подробно вы можете посмотреть прочитать про всех спикеров курса по ссылке которую сейчас отправим в чат курса там можно и подробнее изучить программу ознакомиться с преподавателями обучение проходит в смешанном формате это современный формат который миксует позволяет вам участвовать и в очных встречах смотреть видео лекции и посещать онлайн занятия у вас будет доступ к личному кабинету где вы сможете при необходимости пересмотреть все материалы посмотреть их записи также будет чат курсов где вы можете общаться с одногруппниками и куратором и конечно в процессе я уже говорила вы работаете над своим проектом по итогу вас будет защита проекта и обратная связь от всех спикеров курса и в рамках в рамках курса есть посещение офиса fashion бренда где вы можете посмотреть как вживую устроена устроен рабочий день бренд менеджера как организована работа даже пообщаться получить обратную связь также большая ценность этого курса в том что школа помогает с трудоустройством выпускникам в процессе вы получаете рекомендации по составлению резюме вот александр сегодня говорила что на рынке большой спрос на бренд менеджеров но очень важно себя хорошо подать презентовать подготовиться к собеседованию и для этого как раз есть вот помощь по рекомендации по составлению резюме и мастер-класс от и чара для того чтобы подготовиться к собеседованию и конечно возможность стажировки за счет партнерства школы с крупными фэшн компаниями и возможность там свое резюме то же самое разослать по достаточно большой базиску школы fashion factory как я уже сказал курс стартует 22 марта и для тех кто сегодня с нами для вас действует 30 процентная скидка при раннем бронировании то есть если вы оставляете сегодня заявку на курс еще раз повторюсь что в чате есть ссылка можете по ней перейти оставить заявку для вас цена курса будет вместо 170 тысяч 119 тысяч рублей и если вы оформляете в рассрочку это сделать очень просто точно так же на сайте оставляя заявку за 15 минут все документы помогаем с оформлением через тинькофф и проценты за вас платит школа то есть в рассрочку данный курс будет стоить 9900 рублей в месяц как я уже сказала курс стартует 22 марта и если вы желаете освоить эту профессию то я вас приглашаю эксперты практики из индустрии за руку проведут вас в новую профессию вы получите возможность стажировки знания крутые актуальные и за шесть месяцев сможете освоиться в этой профессии получить помощь с трудоустройством оставляйте заявку по ссылке и сейчас возвращается александра для того чтобы ответить на ваши вопросы и снова здравствуйте да смешная шутка у вас была про роскомнадзор я совсем забыла действительно возможно это происки я увидела пока небольшое количество ваших вопросов тем не менее пока я буду на них отвечать я предлагаю вам обратить внимание на те телеграм-каналы книги и сайты которые я бы рекомендовала начинающим специалистам это личная моя подборка абсолютно не вся вы можете создать свою но оставаться в информационном поле постоянно нужно нужно обогащать свои знания на мой взгляд интернет для этого дает больше возможностей чем книги тем не менее я нашла для вас подборку именно по брендам для того чтобы познакомиться с их историей и как раз возможно там вы найдете ответ о том как сделать сильный бренд как сделать успешный бренд вот найти у нас спрашивала соответственно если у вас уже есть хороший бренд как сделать его сильным моя рекомендация будет во первых выписать вот прям сесть и аккуратно выписать все сильные стороны вашего бренда что это может быть это может быть качество это может быть чин цена это может быть доступность вашего продукта возможно вы единственные на рынке и у вас нет конкурентов тогда вам нужно об этом рассказать если у вас пресс-релиз если у вас история создания вашей компании которую вы хотите рассказать понимаете ли вы кто ваш покупатель понимаете ли вы почему ваши покупатели не доходят до вашего ваших точек продаж, магазина, сайта, где их искать в этом случае. Нужно подумать, ответить на все эти вопросы, и тогда вы найдете ответы, в общем-то, на то, как сделать бренд сильным. Это то, о чем, в общем-то, на курсе мы будем разговаривать, то, чем у вас будут учить специалисты, эксперты в своей области, таргетологи в том числе, и так далее, и так далее. Очень много реально хороших, сильных специалистов, о которых мы уже вам говорили. В общем-то, если вы даже просто перейдете по ссылке, которой поделился мой коллега, вы увидите те пункты, о которых мы говорим, и начнете работать. Александр спрашивает, можно ли к нам обращаться? Да, можете обратиться, соответственно, мои контакты и контакты школы вы видите на экране. Мы будем рады вам помочь, и я, и коллеги с удовольствием помогут, тем более, если речь идет о позиционировании благотворительного проекта. Я напомню, что основатель этой школы, в общем-то, занимается активной благотворительной деятельностью и своим примером воодушевляет очень многих. Почитайте на досуге, я думаю, что вы, в общем-то, оцените и заинтересуетесь. Я прошу прощения у тех, кого покоробили мои слова. Возможно, сегодня был мой дебют онлайн для школы, поэтому, возможно, что-то могло идти не так. Еще раз извините. Если у вас еще есть какие-то вопросы, я буду рада ответить. О сильных брендах мы будем говорить еще много. О них нельзя сказать в двух словах, тем более в рамках нашего короткого вебинара сегодня. Сильных брендов много, и факторов, влияющих на их развитие, столько же, так же много.